У меня первый вопрос. Вы участвовали в недавнем форуме «Свободная Россия», была очень интересная экономическая дискуссия. Скажите, пожалуйста, в чем Ваше разногласие с коллегами? О чем, собственно говоря, был спор? В чем основные, с Вашей точки зрения, развилки, которые обозначились на этом форуме? Игорь, смотрите, я участвовал только в одной дискуссии, в экономической, потому что я не приезжал в Вильнюс, я был онлайн. Но и я, честно говоря, не могу сказать, что у нас были какие-то существенные разногласия с моими коллегами. А это был Владислав Иноземцев, у него вчера день рождения, давайте его поздравим, что называется. Присоединяемся. Да, Дмитрий Некрасов и Михаил Крутихин. Вот, ну и, собственно говоря, я как-то вот незаметно... Вы знаете, мы немножко по-разному говорили, какие-то разные оттенки, разные нюансы. Но, в принципе, все соглашались в том, что российская экономика показывает статистический рост исключительно за счет, вот последние месяцы, за счет производства вооружений. Что, да, экономика растет, но растет медленно и при этом качественно она не меняется. Ну, вряд ли можно считать хорошим для экономики то, что вы наращиваете производство вооружений, которое тут же уничтожаете. То есть, с точки зрения будущего, с точки зрения экономического потенциала, развитие страны – это бессмысленная трата ресурсов. Мы были согласны в том, что экономические санкции, ну, они работают, конечно, да, но вот все, что касалось ограничений с точки зрения экспорта, платежей, к ним постепенно экономика приспосабляется. Да, еще у нас был, извините, забыл Евгений Чичваркин, да, вот, ну, собственно, дальше у нас были какие-то мелкие разногласия, например, там Женя Чичваркин, он считал, что, или считает, исходя из своих контактов, которые у него на уровне, ну, вот, бизнеса, да, бизнеса, его партнеры, знакомые, он считает, что есть проблема с платежами в Китай, да, но там, скажем, вот мы смотрим на эту статистику сверху, что называется, берем данные Китай. Китайского таможенного комитета, и мы видим, что объем китайского экспорта в Россию растет, но если экспорт растет, то китайцы, они, в общем, люди такие прижимистые, и они в Россию ничего по предоплате не поставят, но это означает, что Россия каким-то образом платит за российские компании, да, они платят за то, что Китай привозит в Россию, вот, поэтому я, мне кажется, что вот таких-то существенных вопросов, проблем, разногласий, отличия оценок, знаете, ну, как там, да, это даже не 50 оттенков серого, у нас было там 5 человек, но 5 оттенков серого, причем вот в очень узком диапазоне, да, спектр не настолько широк, чтобы мы говорили о разногласиях. Ну, это, наверное, с одной стороны, ну, как сказать, вот, говорит о том, что профессиональные экономисты действительно не видят существенных проблем на каком-то горизонте, потому что, ну, так же, как во многих вещах, горизонт экономического прогнозирования, ну, он не очень высок, потому что, да, в России сохраняется зависимость экономики от цены на нефть, и если вдруг цена на нефть будет сильно падать, если, ну, соответственно, это вызовет девальвацию рубля, это вызовет ускорение инфляции, и это может вызвать какие-то дальнейшие перекосы в экономике, да, или если, слава богу, вдруг случайно так случится, да, что война остановится, Путин помрет, или Путин помрет, война прекратится, и Россия решит, что нужно сокращать военное производство, тогда в экономике наступают какие-то другие последствия, но это вот все те вводные, которые можно обсуждать сколько угодно и прогнозировать там в разном диапазоне прогнозы на далекое будущее при определенных условиях. А если ситуация внешняя не меняется, что поэтическая, что ситуация на мировых рынках, то, в общем, наши прогнозы достаточно похожи друг у друга. Ну, тогда, если можно, один из самых главных прогнозов, который, ну, по крайней мере, меня интересует, и я знаю, что наша аудитория тоже в этом смысле заинтересована в какой-то экспертной оценке. Ну, смотрите, вот военные эксперты, ну, наиболее такие ответственные, сдержанные и профессиональные, все-таки сходятся на том, что если, ну, вот война будет продолжаться не только 2025 год, но и 2026 и, скорее всего, 2027, то есть вот такие прогнозы. Опять-таки, речь не идет сейчас о какой-то неожиданной политической конъюнктуре, о всяких стаях черных лебедей, а именно вот чисто военный аспект при той ситуации, которая складывается сейчас. У меня в этой связи один из самых центральных вопросов к вам, как экономисту. Россия в состоянии продолжать войну столько времени, сможет выдержать экономику России и постоянное, постоянное вот это военное напряжение и омертвление, омертвление валового продукта в виде снарядов и так далее, то есть которые производятся и тут же уничтожаются. Игорь, к сожалению, должен вас разочаровать. Уровень военных расходов сегодняшней Российской Федерации, там 7-8% вала внутреннего продукта, не является запредельно высоким. И мы можем найти много стран в мире, которые десятками лет жили при таком уровне военных расходов. То есть сама по себе военная нагрузка на экономику для России не настолько велика, чтобы говорить о сильных перекосах. Другое дело, можно ли говорить о том, что вот этой нагрузки, а может ли Россия ее увеличить? Да, может ли Россия там с 7-8% дойти до 10-12%. И здесь, соответственно, 10-12% это означает, что Россия начинает производить больше оружия. То есть затраты на армию, на численный состав, они прямо пропорциональны численности армии. И, судя по всему, в военной группировке так, наверное, правильно говорить. И там особых сюрпризов не ожидается. Пока нет никаких сигналов о том, что Путин готов объявить новую мобилизацию на 300 тысяч человек. Но, в принципе, даже если призовут 300 тысяч человек, то, в общем, такого роста военных расходов в полтора раза не нужно для того, чтобы заплатить им эту зарплату. А вопрос в том, может ли российская промышленность произвести больше ракет, больше снарядов, больше танков, вытащить со складов больше старых заржавевших танков и модернизировать их. Вот, похоже, что последние четыре месяца российская промышленность, она стоит на каком-то плато. Но, то есть, вот если с конца, с осени 22 года и вот до начала весны 24 года российская промышленность, обрабатывающая промышленность уверенно показывала рост, и дальше можно было вычленять сегменты, которые связаны. Ну, понятно, что Росстат не рассказывает, да, что военное, что не военное, но эксперты уже научились выделять те сектора, которые связаны с военным производством, куда это все запрятывается, прячется. Да, то вот где-то начиная там с апреля-мая этого года вот этот рост прекратился, да, и все вот эти секторы промышленности, которые тянули ее вверх, они стагнируют. Это означает, что вот резервы производственных мощностей, те, которые Россия могла задействовать, то есть вот этот пресловутый переход 4 дня в неделю на одну смену и переход на 3 смены 7 дней в неделю, он завершился. Да, то есть вот нельзя растянуть сутки с 24 часов, не знаю, там, на 28 или на 34, да. Соответственно, построить новые заводы, ну, это уже очень дорого и требуется много времени, вряд ли это возможно на горизонте, там, полгода, год. Ну, и если такие решения принимались, то их нужно было принимать давно и пока про них не было слышно. Вот, поэтому в этом отношении, с точки зрения бюджета, у меня нет, так сказать, опасений с отрицательным знаком, да, или, скажем так, у меня нет оснований утверждать, что у России не хватит денег, или что, там, военные расходы, 8% ВВП, это запредельно много и все рухнет. Я сейчас подойду дальше следующим вопросом, откуда эти деньги берутся. Вот, соответственно, есть проблема, на мой взгляд, с тем, чтобы деньги превратить в ракеты, да, то есть вот если добавить больше денег, можно ли произвести больше ракет и снарядов? У меня ощущение, что нельзя. И следующий ресурс, который явно ограничен, это живая сила, это контрактники, потому что мы видим, что вот подъемные за подписание контракта, они поднимаются уже за два с половиной, ближе к трем миллионам, вот, с точки, ну, соответственно, там, делим, грубо говоря, на 100, получается, что 30 тысяч долларов. Просто за подписание контракта человек получает 30 тысяч долларов и, что называется, идет продавать свою жизнь дальше, насколько получится. Вот, и, судя по всему, вот это, ну, так как планка постоянно повышается, соответственно, желающих продавать свою жизнь становится все меньше, меньше и меньше. Много это или мало, ну, давайте еще так сейчас прямо с вами на пальцах, что называется, прикинем, но, предположим, там, для простоты в российской армии нужно 15 тысяч человек в месяц. Да, 15 тысяч человек в месяц – это 180 тысяч человек в год. Упрощаем. Я прошу прощения, вы занизили потребность, потому что, если считать, что в день в украинский чернозем кладется 1200 человек, ну, средняя цифра, по последним данным, 1200, то, скорее всего, в два раза вы, как минимум, занизили потребность. Игорь, Игорь, умножите на два мою оценку, это, вот, я взял, я взял для простоты счета, я не знаю, я не знаю, сколько там гибнет российских солдат, к ним нужно добавлять тех, кто получает ранения, после которых, ну, что называется, невозможно вернуться на фронт, да, потому что это все выбытие численного состава. Я вот, чтобы считать проще, да, соответственно, 200 тысяч человек, предположим, 2 миллиона контракт, получается, 400 миллиардов рублей в год нужно на то, чтобы собрать 200 тысяч человек. Да, напомню, что мобилизация осени 22 года была 330 тысяч, то есть, в принципе, масштабы сопоставимые. Вот, 400 миллиардов рублей, ну, это от российского военного бюджета в 13,5 триллионов составляет 3%. Да, ну, мы понимаем, что вот, ну, это точно совершенно деньги подъемные, да, и там лишние 400 миллиардов рублей российский Минфин точно найдет, если такая задача будет поставлена. Ну, хорошо, вам не нравится там 15 тысяч, поставьте 30 тысяч, ну, соответственно, это будет не 400 миллиардов в год, а будет 800 миллиардов в год. Ну, тоже, тоже суммы большие, огромные, да, там Минфин уже нужно будет поднапрячься, что-то такое придумать, может быть, там рубль девальвирования, да, и появятся девальвационные доходы. Может быть, там, не знаю, отменить индексацию зарплаты или поменее сделать индексацию пенсий, да, инфляция разгоняется, индексация ниже, вот Минфин собирает инфляционную дельту, придумает какое-нибудь повышение налогов, там, последние 3 года налоговая нагрузка растет на 1%. ВВП, ну, можно и там на 26-й год, там, полтора процента ВВП заложить, чтобы налоги выросли, да, то есть в этом плане, вот, скажем так, то, что деньги у Минфина найдутся, это понятно, а вот с количеством людей, я, ну, судя по всему, проблем становится все больше и больше и больше, да, и на какой точке, да, вот, не знаю, вы с вами посчитали, ну, не знаю, там, 400-500 миллиардов рублей, да, а вот если нужно будет платить не 2 миллиона в среднем, да, там, 5 миллионов, то это мы еще в 2,5 раза увеличиваем, да, и вот в какой-то момент может получиться так, да, что желающих будет не очень много, ну, и за деньгами уже никто не пойдет. Что будет делать власть в этой ситуации российской, мы пока не очень хорошо понимаем, но я бы поставил на то, что будет такая вот, знаете, не частичная мобилизация, а плавная мобилизация, то есть будут рассылать не 1 миллион повесток единомоментно, а будут рассылать, не знаю, там, 100 тысяч повесток, но каждый месяц. Да, и по повестке... Значит, от создания абсолютно фейковых уголовных дел и через возбуждение уголовного дела, тот же человеку предлагается подписать контракт для того, чтобы не поехать в тюрьму, а поехать на фронт. И эта практика уже находит свое подтверждение. И последний закон, который со свистом пролетел в Госдуму Совета Федерации, оказался на столе у Путина, это как раз закон, который позволяет на уровне следствия человека освобождать от уголовного преследования. И сейчас уже пошли специально организованные уголовные дела, когда человеку предъявляют и говорят, вот либо тебе 10 лет, либо, так сказать, рискни, подпиши контракт. И это уже внеэкономическая история, согласитесь. Это уже, так сказать, возможность дополнительно черпать ресурсы на пушечные... То есть пушечное мясо сегодня из трех источников. Это призыв, когда через буквально короткое время призывник оказывается контрактником, потому что сопротивляться давлению тяжело. Второе – это покупка, это то, что вот вы сейчас только что просчитали. Второе – и третье – вот это через тюрьму. То есть создание тюрьмы. Тюрьмы пустеют сейчас, как известно, но создать искусственное наполнение тюрьмы через тюрьму, через следственные изоляторы... Собственно, вот о чем я хотел сказать. Извините, что я вас перебил. Нет, Игорь, как раз вы перевели все это дело. Вы все правильно рассказали, но вы перевели все это дело в административное. Я же как занудный экономист, поэтому для меня вот эти 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, там 650 тысяч российская группировка в Украине – для меня это все рабочая сила. Для меня это вычет из экономики, потому что там каждые 100 тысяч человек, чтобы мы понимали, рабочая сила в Российской Федерации – 75-76 миллионов человек. Да, вот, значит, получается, что в Украине воюет примерно один процент рабочей силы. Да, и если мы с вами, ну вот моя оценка, что нужно там 200 тысяч, ваша оценка, что нужно 300 тысяч, ну это получается, что полпроцента рабочей силы каждый год нужно там отправлять на фронт под убой, да. И мы понимаем, что это уже такая, это же не только потеря армии, да, это потеря, ну по большому счету, и рабочей силы. То есть если человек убит, да, то он работать точно не сможет, да, если он получил тяжелое увечие, то его работоспособность ограничена, да, и в любом случае это вычет из работы, и такой окончательный вычет из рабочей силы, и для экономистов абсолютно понятно, что экономический рост, он прямо пропорциональный численности работников. То есть там есть и другие факторы, да, но если у вас численность рабочей силы снижается там на полпроцента в год, то это вычет из экономического роста, да, и поэтому вот чем дольше идет война, тем больше, конечно, будет проблем с рабочей силой. И поскольку, поскольку по понятным причинам в армию призываются мужчины и возраста, не знаю, условно говоря, от 30 до 50, то есть самое, что ни на есть трудоспособный, да, то вот эта вот категория и будет выбиваться, и будут создаваться огромные перекосы, которые будут приводить к дальнейшему инфляционной гонке зарплат, да, перетокам рабочей силы, ускорению инфляции и так далее. Но это все, вот опять мы говорим о тех вещах, о тех проблемах, которые будут возникать в российской экономике, но я хочу подчеркнуть или повторить то, с чего я начал. Это не означает, что российская экономика рухнет, да, что она упадет на колени, что она там лицом в грязь. Нет, темпы экономического роста будут снижаться, да, эффективность экономики будет там снижаться, но катастрофы экономической не будет. Насколько, с вашей точки зрения, затягивание войны приведет к ухудшению уровня жизни и качества жизни, с вашей точки зрения? Как вы оцениваете вот этот процесс? Хороший вопрос, хороший вопрос, и честно, там, ответить на него очень сложно, потому что так же, как средняя температура по больнице, да, вот уровень жизни – это средняя температура, это средний уровень жизни. И мы видим, что в России резко растет количество людей или количество домохозяйства с высокими доходами, да, в том числе и потому, что получают вот эти вот 200 тысяч, там уже 240, наверное, тысяч рублей участник, те, кто на фронте, минимальная зарплата, при средней зарплате в России чуть выше 80 тысяч, да, то есть три средней зарплаты человек, который еще там полгода назад получал, не знаю, 50, 60, 40 тысяч. То есть для его семьи, это, конечно, такой резкий скачок материального дохода. Вот, но с другой стороны, мы понимаем, что там вот рост зарплат в целом, вот в том числе и в промышленности, так же, как экономический рост остановился, запрекратился рост зарплат. С мая месяца номинальные зарплаты в России практически стабильные. Но дальше же мы понимаем, что есть пенсионеры, их много, да, и когда мы говорим про уровень жизни, то мы не должны забывать, что это же не только те, кто там послали своих мужей или братьев на фронт, да, но это их там бабушки, дедушки, матери, отцы, да, и мы видим, что индексация пенсии, она идет существенно ниже, чем темп инфляции. Да, мы видим, что тарифы на женатичные коммунальные услуги растут быстрее, чем темп индексации пенсии. Мы знаем, что у служащих в 2024 году у них не было индексации зарплат вообще, да, ну, то есть, можно сказать, ну, слушать, там чиновников не жалко, да, типа, бог с ними, они и так там, как перебьются, не так плохо они живут. Но, тем не менее, есть вот такие большие группы российского населения, у которых доходы растут медленнее, чем инфляция, и дальше возникает вопрос, если инфляция составляет, там, 8-9% в этом году, 9-10% в следующем году, да, то, в общем, это инфляция бьет по самым низкообеспеченным слоям, да, соответственно, опять вот те же самые пенсионеры, бюджетники, которые, которые, там, несмотря на все указы Путина с 2012 года, никак зарплату не поднимут, там, даже по уровню средний по регионам. Вот, поэтому, если мы верим официальному Росстату, то уровень жизни российского населения растет, ну, достаточно быстро, там, со скоростью 5-6% в год. Если мы начинаем копаться в статистике более детально, то у меня такого роста не получается, потому что, судя по всему, значительная часть, когда Росстат считает уровень жизни, он еще берет уровень доходов, реально располагаемых доходов, то есть это доходы, минус обязательные платежи, минус налоги, и все это дело дефлирует на инфляцию, да, но значительная часть доходов, она уходит в сбережения, то есть прирост депозитов в банке, а потребление растет, вот, если мы потребление меряем, как сумму розничных продаж, услуг и общепита, то там рост уже получается медленнее, то есть он уже не дотягивает до вот этих роста реального дохода, уровня жизни, как говорит Росстат. Дальше возникает еще одна загадка, что если мы сравниваем вот даже темпы роста розничной торговли, в которой в продовольствии 25% импорта четверть, в непродовольствии 40% импорта, импорт не растет, да, в целом импорт в Российскую Федерацию не растет, производство продовольственных товаров растет медленнее, производство непродовольственных товаров растет медленнее, И самое удивительное, что когда Росстат дает разбивку инфляции, то темп инфляции непродовольственных товаров, он ниже, чем в среднем темп инфляции. То есть, казалось бы, нормальная человеческая логика. Вы получаете больше денег, вы в какой-то момент больше тратите на питание, но потом у вас возникают другие потребности. И вы хотите что-то там, не знаю, одежду новую купить, мебель новую купить, телевизор, холодильник, еще что-то такое. И у вас должен расти спрос как раз на непродовольственные товары, и там цены должны расти быстрее, а этого нет. Это получается, что у населения нет денег на то, чтобы покупать непродовольственные товары. И в этом отношении, то, что говорит Росстат про уровень жизни, у меня так интуитивно, это лукавая цифра. Но, к сожалению, ее не проверить, не опровергнуть невозможно. Для этого нужно очень глубоко залезать в данные Росстата. Сами понимаете, что они туда никого не пускают. Нет, ну, существует целая отрасль, так называемый Mark Research, и я думаю, что померить эту ситуацию снизу нет никаких проблем. Другой вопрос в том, что все известные мне структуры, в частности, Ramir Monitoring, они, в общем, как-то так аффилированы с властью. Вряд ли они покажут реальную. Я просто, это уже моя тема, что называется, исследование снизу. Я думаю, что это в состоянии были бы измерить, и, так сказать, уровень потребительский, и, но пока, пока я не вижу большого желания крупных компаний исследовательских вывести Росстат на чистую воду. Слушай, но это минное поле, на которое ты понимаешь последствия, когда ты на него вступаешь. Нет, ну, я прекрасно понимаю, я просто, что называется, сам по этому минному полю ходил и занимался этими исследованиями, и ты понимаешь прекрасно, что, в общем-то, если тебе дают дышать на этом поле, значит, дают. Если ты вступаешь в резкий конфликт, тебя просто закрывают. Крупнейшая, я еще раз говорю, крупнейшая компания, которая занимается этим, Ramir Monitoring, раньше она так называлась, не знаю, последние годы не следил, она полностью аффилирована с властью, поэтому здесь вопросов нет. Но, в принципе, я не исключаю, что, может быть, существуют и какие-то возможности сделать объективный анализ. Ну, пока никто не решается. По крайней мере, мне об этом неизвестно. У меня вот еще такой немножко боковой вопрос, который связан с грядущими выборами в Соединенных Штатах Америки. Трамп, говоря о том, что он мгновенно может решить проблему этой войны, говорит о том, что он договорится с Путиным, в том числе с помощью такого шантажа, что если Путин, значит, не согласится мгновенно прекратить войну, ну, естественно, Зеленский должен там отказаться от половины территории Украины, по мнению Трампа. Ну, а что касается Путина, то у него, у Трампа, как он считает, на него есть управа. А именно, он утверждает, что договорившись с Саудовской Аравией о резком наращивании, и Соединенные Штаты наращивают производство нефти, они в состоянии чуть ли не в два раза уронить цену на нефть. У меня два в этой связи вопроса. Насколько реалистична эта история, насколько действительно это может сделать кто-нибудь, как это было сделано, скажем, Рейганом, или с участием Рейгана, насколько это реально, и насколько это действительно приведет российскую экономику в состоянии невозможности продолжать войну? Ну, давайте для начала факт-чекин сделаем, да, что падение цены на нефть в 85-86 году произошло в результате того, что Саудовская Аравия единолично решила открыть свои крантики, а американцы как раз очень хотели, чтобы это не случилось. Потому что нефтяная добыча в Америке имеет, или нефть в Америке, это одна из самых высоких себестоимостей на сегодняшнем мире. И не надо забывать, что сегодня США является крупнейшей страной, лидером по добыче нефти. Они добывают примерно 13 миллионов баррелей в сутки при годовом объеме потребления в мире, грубо, 100 миллионов. Дальше идут Саудовская Аравия и Россия, или Россия и Саудовская Аравия. Россия чуть-чуть больше 9 миллионов, Саудовская Аравия чуть-чуть меньше 9 миллионов. То есть вот на эти три страны приходится 31-32% мировой добычи нефти. То есть вот он новый реальный картель, тот, кто правит миром. Но поскольку США как правительство нефтедобычу практически не регулируют, если только не считать доступ к новому месторождению, выдаче лицензии на Аляске, или там те или иные нефтепроводы, то в принципе вот в России, в Саудовской Аравии можно приказать, но в Саудовской Аравии совсем просто там одна, единственная компания, она же государственная рамка. А сказали добывать меньше, будет добывать меньше. Ну в России немножко более сложная конструкция, но тоже там Путин сказал надо, но вот ответил вице-премьер, отвечающий за энергетику, есть. И для всех российских компаний рассылается разнарядка типа сократить добычу настолько-то. И они понимают, что с огнем шутки плохи. В Америке так не работает, но зато ни в России, ни в Саудовской Аравии добыча нефти неэластична по цене. То есть вот цена может упасть на нефть в 2, в 1,5, там, не знаю, с оценящих 70, там, 5-78 долларов, может упасть на 50, в России и Саудовской Аравии будут добывать столько же нефти, сколько они добывают сейчас. Упадет на 40, они будут продолжать добывать столько же нефти, сколько и сейчас, а Саудовская Аравия может даже нарастить. В сегодняшнем мире только Саудовская Аравия может быстро нарастить добычу нефти. А в США добыча нефти начнет снижаться. Потому что в США себестоимость добычи нефти составляет 50 минут, по последним данным, потому что Федеральная резервная система публикует, 54 доллара за баррель. Это означает, что как только цена нефти падает ниже этой отметки, нефтяные компании перестают бурить новые скважины. То есть это не то, что в России, в Саудовской Аравии нужно закрывать месторождение, потому что скважины работают долго. А в Америке сланцевая нефть, скважины быстро прекращают эксплуатацию, нужно бурить новые. И вот сокращение добычи нефти в США происходит в связи с тем, что нефтяные компании перестают бурить новые скважины. То есть старые продолжают качать на полную катушку, а новых просто не появляется. И через 3-4 месяца добыча нефти в Соединенных Штатах начинает быстро падать. Поэтому идея Трампа о том, что я уроню цены на нефть, я думаю, что вы просто мне рассказали, что первой жертвой этой стратегии станут Соединенные Штаты. То есть американский потребитель выиграет. Потому что в Америке очень низкие акцизы на бензин по сравнению с европейскими странами, по сравнению с Россией, с Украиной. И если нефть будет дешеветь, то, соответственно, бензин будет дешеветь. И американские избиратели, американские потребители, он будет рад. Но только после этого добыча нефти в США начнет сокращаться. И США должны будут импортировать нефть откуда-то еще для того, чтобы просто поставлять в страну бензин. И это ухудшит платежный баланс и так далее. Но дальше и во всех рассуждениях Дональда Трампа и многих других иностранных экономистов, которые рассуждают о том, что между ценой на нефть и благосостоянием путинского бюджета есть прямая связь, они забывают, что в Америке бюджет считается в долларах. И цена на нефть в долларах. И поэтому там прямая зависимость. А в России есть переходник под названием обменный курс. И если цена на нефть упадет на 10%, а рубль девальвируется на 20%, то российский минифин окажется даже в плюсе. Поэтому не надо об этом забывать, об этом нужно помнить. И если посмотреть на длинные истории, начиная с 98-го года, все, что мы видели, каждый раз на цену на нефть падает, рубль девальвируется. И обратно уже он не отскакивает. Но если не считать последствия 98-го года, когда девальвация была суперсильной. Надо, в принципе, девальвироваться и вот с этой площадки, наверное, в 14-м году, он не знаю, сам, в 8-м году с уровня 24 рубля ушел на 32, потом с 32 на 36, но с 36 аж в 15-м году так и ближе к 60, с 60 на 70. То есть вот Россия в этом отношении, она имеет такой встроенный механизм компенсации падения цен на нефть. Поэтому идея Трампа звучит красиво, но в жизни все будет не так. Какие-то негативные последствия в путинской экономике будут связаны с ускорением инфляции, но точно совершенно это не будут бюджетные проблемы. Поэтому поставить Путина на колени путем снижения цены на нефть не получится. Ну, то есть нет у Трампа методов против Владимира Путина, ясно. Нет, я этого не сказал. Я этого не сказал. Я думаю, что у Америки есть методы, а просто другой вопрос, это не экономические методы, а силовое давление, как говорится, против лома нет приема, кроме другого лома. То, что в руках Соединенных Штатов имеется лом, а может быть даже и не один, мы хорошо понимаем или догадываемся. Вот другой вопрос, захочет ли Дональд Трамп, его команда, Камала Харрис и ее команда. Ну, это уже, знаете, как говорится, не экономическая история, поэтому надо обсуждать с другими людьми. Согласен, да. Но в любом случае, речь шла именно об этом механизме, с помощью падения цены на нефть. Так, это понятно. Теперь вот еще один немножко боковой вопрос, связанный с последним скандалом вокруг Вайберес. Значит, вы, ну, поскольку одну часть этой истории, я экономическую часть знаю неплохо, а именно я неплохо знаю рынок наружной рекламы, а вот что касается, так сказать, вот этих вот интернет-магазинов, ну, я прекрасно понимаю, что сделка между оператором, даже крупнейшим оператором рынка наружной рекламы и Вайберес, ну, звучит, как, ну, это принц и нищий, понимаете, это как бы, значит, как Сарочка посватывалась к принцу Эльскому. Вот. Ну, это такой мезальянс. Как вы объясняете, вы в курсе вообще, что там происходило, и почему Путин одобрил вот эту сделку, и каким образом удалось этого добиться? Я сейчас не говорю о участии Кадырова в этом, здесь как раз все очень просто. Он пытался крышу поставить, как мне кажется, тут все прозрачно. А вот сама сделка, она откуда взялась? Кому пришла в голову эта мысль, почему эта история была поддержана лично Путина? Ну, на последний вопрос ответить, Игорь, очень легко. Все крупные сделки в России, они одобряются Путина. И невозможно осуществить сделку с компанией, которая оценка от 7 до 10 миллиардов долларов, это вайлд грейс, да, так, чтобы не получить согласие Путина. Неважно, понимает он, о чем он делает речь, не понимает, но эти правила ведения бизнеса в России с начала 2000-х годов, практически с первого срока правления Путина, они достаточно жестко установлены, и любые попытки российских бизнесменов сделать сделку такого масштаба в обход получения согласия Путина прямого или костного через администрацию президента, они приводят к печальным для них результатам. Поэтому все уже понимают, да, что хочешь сделать сделку, скоро получить одобрение. Вот в этой части, в этой части как раз все понятно, и это неудивительно. Это такая вот практика ведения бизнеса в России. То есть, как это, права собственности в России, они, конечно, права собственности, но там продать, купить, да, вот нужно получить согласие, да, то есть вот какие-то такие, они урезаны немножечко, то есть не... И Путин может запретить сделку, да, то есть вот в данном случае он разрешил, но в принципе есть сделки, да, которые он запрещает, и, соответственно, люди кукуют, да, с точки зрения бизнеса это может быть выгодно, а с точки зрения Путина это нецелесообразно. Вот, что касается Wildberries, то конечной информации у нас пока нет, а у меня есть две гипотезы, у меня есть две гипотезы, почему, вообще для чего делается эта сделка. Значит, то, что там участвует на стороне Татьяны Ким, Татьяна Бакальчук, Сулейман Керимов, то, что там участвует Сулейман Керимов, это может говорить либо о том, что он хочет выкупить этот бизнес от Татьяны Ким, и понимая, что, грубо говоря, это почти что российский амазон, да, и, знаете, как человек, у которого есть деньги, и благодаря таким очень мудрым, в кавычках, западным санкциям российский капитал оказался заперт в России, ему вот инвестироваться в мире некуда, да, Татьяна Керимов, как человек, у которого капитал имеется, он думает, куда его вложить. И в этом отношении, ну, он думает, окей, есть вот там, условно говоря, компания Wildberries, которая сильно напоминает Амазон, ну, не знаю, образца 2003-2005 года. Да, и вот если это дело продолжать, то, глядишь, станет там когда-то Амазоном 2024 года, что совсем даже неплохо с точки зрения долгосрочных инвестиций. Вот, и, соответственно, для того, чтобы купить контрольный пакет, ну, вот придумана такая схема, да, что компании объединяются, Керимов теневым образом каким-то, постепенно будет выкупать долю акций, для начала, там, предоставив, например, большой кредит, для предоставления, для чего не нужно там ни Путина информировать, ни федеральную антимонопольную службу информировать, но для развития бизнеса нужны деньги, да, вот для того, чтобы вырасти из Амазона 2003 года до Амазона 2024 года, нужен капитал. Вот, Керимов совершенно спокойно может предоставить субординированный заем, долгосрочный заем, конвертируемые облигации купить, ну, то есть, неким образом он может начать входить в капитал компании, и, соответственно, там, через какое-то время, да, мы узнаем, что доля Керимова составит 50%, да, то доля Татьяны Бакальчук будет, не знаю, 30%, а Рус Аутдор у них останется 20%. За что? Это другой вопрос. Вот, и есть другая версия, но она, как говорится, не сильно отличается по смыслу, но это, как бы, предыдущая итерация. Для того, чтобы создать компанию такого масштаба, Wildberries или супругом Бакальчук, или Татьяне Бакальчук, Татьяне Ким нынешней, да, нужны были деньги раньше на развитие. Для того, чтобы развивать компанию, они залезли в большие долги. И вот пришло время расплачиваться по кредитам, ну, а в связи с тем, что война, экономическая ситуация ухудшается, ставка Центрального банка стремительно растет, да, вот нужно каким-то образом рассчитаться по старым долгам, и здесь вот иного способа, как отдать часть собственности, не существует. Вот, опять, был ли Керимов этим кредитором, который раньше кредитовал компанию? Очень даже может быть. Керимов находится под санкциями, и о его экономической деятельности известно очень мало, да, потому что любой, даже россиянин, даже российский бизнесмен, который будет иметь дело с Керимовым, у него точно возникнут проблемы с американскими органами, если он там будет, не знаю, долларовые счета иметь, долларовые расчеты проводить. Поэтому, вот, что называется, выбирайте любую версию, то ли Керимов уже кредитовал эту компанию, да, и с ним нужно расплатиться заранее предоставленные кредиты, либо он собирается, там, стать главным акционером этой компании, развивать ее, как Амазон, на еще следующие, там, 20 лет. Да, все здорово, единственное, непонятно, знаете, это как суп из топора, значит, при чем здесь, значит, оператор на ужин рекламы под названием «Росаутдор», я никак не понял. Это для того, чтобы построить схему, Игорь, вот просто нужно было… Это знаменитая тверская рюмочная в Твери. Рюмочная лодка в Твери, да, да, для того, чтобы можно было вот просто сдвинуть корпоративную структуру, убрать Бакулычука, изменить отношение собственности. То есть это то, как ЮКОС украли, то есть на самом деле… ЮКОС, ЕВЧКО, да, да, примерно так. Ну, понятно, понятно, то есть это просто подставленная фирма, потому что придумать себе конструкцию вот этого гибрид «Ужа» с ежом, я все пытался понять, зачем, ну, хорошо, если это просто подставная фирма, понятно. И еще один важный вопрос вот из последних новостей, которые, как я знаю, вы комментировали, это все, что связано с расследованием КАЦа по поводу Железняка, по поводу финансирования фонда борьбы с коррупцией и вообще всей этой истории. Значит, насколько я понимаю, здесь три аспекта, как минимум. Это первое, действительно ли вот эти банкиры, так сказать, обокрали вкладчиков, это первая группа вопросов. Вторая группа вопросов, насколько они интегрированы были в структуру фонда борьбы с коррупцией и был ли Железняк или кто-то из этих банкиров лицом принимающим решение в фонде борьбы с коррупцией. И существует ли действительно какая-то попытка со стороны ключевых спикеров фонда борьбы с коррупцией поддержать их и создать им позитивное реноме на Западе. Вот, на мой взгляд, три составные части этой истории. Если я в чем-то ошибаюсь, поправьте меня. И как вы к этому относитесь? Как вы оцениваете эти три стороны обвинения, которые содержались в двух с половиной часовом расследовании КАЦа? Ну, сразу скажу, да, что мне вся эта история сильно не нравится. И вообще скандалы, взаимные обвинения внутри единомышленников, политических оппонентов Путина, но они играют на руку Путину. Да, вот, поэтому это такая вот, что называется, освобождение от ответственности. Первый вопрос, были ли украдены деньги из банка? Да, были украдены. Да, и из ProBusinessBank по двум схемам, которые обнародовал Максим Кац, было выведено, по оценкам Максима, 470 миллионов долларов. Соответственно, вот аудитор Павел Комаровский сказал, что это 550 миллионов долларов. Ну, то есть, грубо говоря, полмиллиарда долларов было выведено из банка, по которому у банка были обязательства, и эти деньги в банк не вернулись. Да, и существенная часть этих денег, там опять не все можно проследить, потому что всей финансовой документации нет, ну, не знаю, может у кого-то она есть, но у Кац ее точно не было. Соответственно, существенная часть этих денег осела на счетах Леонтьева и Железняка. Да, вот хотели они поиграть на бирже, хотели они себе сразу ввести деньги. Мотивация, почему деньги ушли из ProBusinessBank в какие-то офшорные компании, она меня совершенно не волнует. Деньги из банка ушли, когда временная администрация попыталась, вот что называется, депозиты. Они ушли как депозиты. В одном случае денежные, в другом случае ценные бумаги. Когда сказали контрагентам, отдайте нам деньги, отдайте нам ценные бумаги, ответ был следующий, слушайте, они уже, они, это залог, да, и залог обращен в нашу пользу, потому что кредиторы, которым мы давали деньги, они их не вернули, и вот у нас есть бумажка от ProBusinessBank. То есть эти деньги из ProBusinessBank украли, да, вот украли в том плане, что банк их потерял, да, и они осели на счетах вот этих двух персонажей. Поэтому для меня это часть истории. Какой период? Это какой период? Деньги из банка выводились с 2010 по 2012 год, вот по тем схемам, которые показывал Максим Кацин. То есть за два года, за три года до введения временной администрации. То есть это уже 10 лет спустя после того, как вы перестали быть первым заместителем председателя. Ну да, даже 12, даже 12, я в 98 году перестал. Да. Вот. Но, собственно, по этим операциям есть финансовые документации, есть платежки, есть договора, которые там в решениях судов и московского, и лондонского, а не, что называется, нью-йоркского. Ну это вот выводы, которые я сейчас озвучил, да, они сделаны на основе первичных документов, а не того, что рассказал. Максим Кац адекватно пересказал содержание юридических и финансовых документов. Второй вопрос. Роль Железняка и Леонтьева в ФБК. Роль Леонтьева один из крупнейших спонсоров, и об этом сказал Леонид Волков, да, то есть у нас нет никаких, ни у кого, ни я, никто не видел платежек, да, что Леонтьев перечислял деньги в ФБК, но Леонид Волков в интервью Financial Times сказал, что он перечисляет 20 тысяч долларов в месяц. Да, соответственно, 20 тысяч долларов в месяц умножаем на 12 месяцев, получаем 240 тысяч долларов в год, при том, что по годовому отчету АФС Интернешнл, ФБК, международного ФБК, бюджет там годовой примерно 2,5 миллиона долларов. То, что поступает, насчитает организация, поступало, да, соответственно, 10 процентов, ну, решайте сами, это крупный спонсор или некрупный спонсор. Да, вот, ну, то есть с моей точки зрения Леонтьев был крупным спонсором ФБК, ну, возможно, был кто-то и крупнее, ну, скорее всего, были, да, и можно догадываться. Нет, ну, здесь Зимин был более крупным спонсором. Зимин, ну, скажем так, есть другие люди, которые дают деньги ФБК, но это гиптовалюта, которая не проходит через банковские счета, которые вообще непонятно, где они считают, и как они, как, например, ФБК распоряжается. То есть, ну, опять, вот, у меня нет в этом отношении претензий к ФБК, ФБК не обязаны раскрывать свою финансовую отчетность, да, полностью. Мы, я говорю только вот по IFC International, который является американским некоммерческим фондом, да, вот по этой отчетности я сравниваю деньги, которые дает Леонтьев, и вот то, что IFC International публикует как официальная отчетность по американским законам. Вот, соответственно, роль Железняка, он являлся казначеем вот этого компании IFC International, фонда международного ФБК, ну, чтобы мы понимали, это примерно как главный бухгалтер, вот, там, в российском или украинском законодательстве. Вот, вот, подпись главного бухгалтера, она обязательно на всех финансовых документов, да, решение принимает не главный бухгалтер, ну, как правило, решение о распоряжении деньгами принимает генеральный директор, ну, или тот, кому он делегирует ответственность, но без подписи главного бухгалтера о том, что вот все адекватно соответствует финансовым деньгам, через деньги и так далее, это невозможно. Железняк помогал создавать IFC International, он предоставил свой юридический адрес для того, чтобы зарегистрировать этот фонд, и он, ну, вот, последний есть отчет за 23-й год, который подписан Железняком, и вот буквально недавно, там, на прошлой, по-моему, неделе, КАЦ опубликовал выписку из американского реестра, где Железняк фигурирует как по-прежнему казначей этого фонда. То есть уже, там, конец 24-го года, но официальной замены американских документов Железняка не произошло, хотя, там, лидеры ФБК утверждают то, что уже, там, типа, в 22-м году Железняк перестал быть каким-то значимым лицом, что, соответственно, неправда. Вопрос, он получает он за это зарплату или не получает зарплату, он не имеет никакого отношения к жизни, да, потому что, в принципе, в таких организациях можно быть казначеем и, там, получать один доллар в год, да, и, в общем, или, ну, то есть, вам совсем не получать ничего нельзя, но понятно, что один доллар, он Железняка не спасает, а ФБК не сильно, как говорится, делает более бедный. Третий вопрос. Представляли ли политическую крышу или не предоставляли? Ну, смотрите, если, вот представьте себе, что сейчас, там, Игорь Яковенко начнет какую-то, ну, ему кто-то даст денег, и Игорь Яковенко начнет такую массовую пиар-компанию в немецкой, французской, итальянской прессе, медиа, и будет рекламировать себя как пиар-менеджер ФБК. Ну, как вы думаете, что случится? Ну, ФБК тут же, да, встанет на задние, встанет в стойку, и Игорь Яковенко небо с овчинку покажется, да, то есть, ну, такой вал всего повалится, да, что, ну, жизнь медом точно не будет казаться. Сергей Леонтьев на протяжении нескольких лет проводил рекламную кампанию, рекламируя себя как банкир Навального, и мы не слышали ни одного слова со стороны ФБК о том, что, слушай, Леонтьев, а что ты такое говоришь? Стоп, 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 Леонтьев, какой банкир? Какой банкир Навального? Навального вообще нет, банкир и так далее. Мы этого ничего не слышали, да, соответственно, ну, грубо говоря, Леонтьев получил индульгенцию на использование имени Навального для своей политической защиты, для своей защиты от уголовного преследования, создания своего имиджа. Да, вот, грубо говоря, кто ему дал такое право? Сам Алексей Навальный, Волков, Певчих, Жданов, Юлия Навального? Я не знаю. Да, ну, знаете, как, я вижу начало и вижу конец. Вот если Игорь Яковенко поразглашает себя пиар-менеджером ФБК, то я понимаю последствия. Да, если я не вижу последствий после того, как Леонтьев называет себя банкиром Навального, ну, значит, ФБК с этим согласна. Вот, ну, и есть вот то, что называется Афи Дэвида Шуркова, да, которое, письмо, представленное для суда, где напишется, что Железняк и Леонтьев были, ну, вот, оказывали какую-то поддержку Навальному в ранние годы, в то время, когда они были в России. Никаких доказательств этого нет, да, потому что вот эта история с картой Навального, ну, Максим Кац достаточно адекватно все расписал, да, что утром сказали, что мы будем выпускать карту, а вечером сказали, что нет, ничего не будем выпускать, да, она продлилась меньше суток. Вот, других подтверждений, что была какая-то поддержка со стороны Железняка и Леонтьева деятельности ФБК, пока они были в России, нету. Вот, поэтому вот такая история, такая, к сожалению, не очень красивая история, да, и, к сожалению, вот для того, чтобы, ну, ФБК молчит и утверждает, что они изучают документы, хотя они все документы получили еще в январе месяца, да, в общем, у них было 10 месяцев, чтобы все это дело изучить. Вот, и неуклюжие попытки, они, к сожалению, провоцируют, знаете, лавину вранья, то есть для того, чтобы что-то опровергнуть, приходится делать какое-то заявление, которое быстро оказывается ложью. Ну, некрасивая история, и я ее не очень понимаю, зачем ФБК все это дело устраивает. Ну, понять-то как раз несложно, просто если, если все это правда, судя по всему, это все правда, то, в общем-то, ну, как бы, а чего здесь говорить? Надеть себе помой на ведро на голову и сверху постучать по дну? Что вы предлагаете? Не, ну, подождите, Игорь, всегда можно сказать, слушайте, ну, вот, знаете, бес попутал, не досмотрели, да, спасибо, что помогли. Ведь, на самом деле, вот, Максим Кац, он же не скрывает в своем видео, что он предлагал ФБК, он рассказывал ФБК материал своего расследования, говорит, ребят, вот тут есть такая история, может, давайте вы ее как-то вот сами уберете, да, сами о ней расскажете, сами скажете, что, ну, да, было, не досмотрели, проморгали, недооценили риски и так далее. Знаете, как, не за то отец сына бил, что проиграл, а за то, что отыгрывался. Вот, вот же в чем проблема состоит. Ну, понятно, то есть, ну, в любом случае, это означает встать на колени и каяться, это, в общем, не входит в традиции этой компании. Владимира Путина. Владимир Путин безошибочно, он никогда не совершает ошибок, да, я это прекрасно знаю. Ну, Владимир Путин находится несколько в другом статусе, чем политические мигранты, преследуемые тем же самым Владимиром Путиным. У нас ситуация другая. Владимиру Путину наплевать на свою репутацию, потому что эту репутацию он хранит в сухом, надежном месте. А нам с вами, вот, потерять имя, потерять репутацию, это очень большая проблема. И в этой связи у меня вот какой вопрос, вернее, их два. Первый вопрос. Каков нынешний статус Леонтьева и Железняка? Все-таки люди, ну, по всем меркам совершили уголовное преступление. В настоящий момент существует уголовное дело против них? Это первый вопрос. И второй вопрос. Если доказано, что спикеры фонда борьбы с коррупцией дезинформировали, ну, или какая-то часть из них дезинформировали западную общественность в отношении этих людей, существует ли какой-то вариант их ответственности? Не только морально. Игорь, на первый вопрос я не знаю ответа. Я знаю, что в России есть несколько решений арбитражных судов по этим делам, да, где сказано, что деньги украдены. Практика Центрального банка и российских правоохранительных структур, да, что если есть случаи хищения, то автоматически возбуждаются уголовные дела против акционеров и менеджеров. Ну, если не было исключения в отношении про бизнес-банка, я просто, ну, опять, мне эта тема не то, чтобы не очень интересна. Здесь, извините, ради бога, Сергей, на самом деле здесь все очень просто. Уголовное дело, возбужденное в России против человека, это медаль для, так сказать, российского политэмигранта. То есть, каждое уголовное дело, значит, против любого из нас, это орден. Вот, поэтому здесь, ну, а вот уголовное дело, возбужденное западными судами, это не орден, это наоборот, удар по репутации. Игорь, ну, подождите, не надо, как это, не надо все мазать одной краской, ну, условно говоря, там есть уголовное дело против Сергея Пугачева, и никто не собирается его защищать, да, никто не говорит, что, хотя он эмигрант и все прочее. Вот, ну, вот тоже, я сейчас начал отвечать на вопрос, да, я про российскую систему не знаю, предполагаю, что должны быть какие-то уголовные дела, но не готов на это поклясться. За границей по состоянию сегодня нет никаких уголовных дел, ну, потому что не очень понятно, в чьей юрисдикции эти дела могут быть, да, потому что если было хищение денег из пробизнес-банка, это российский банк, хищение денег на территории России, и ни одна другая страна, ну, точно совсем не будет расследовать это дело, потому что это вне ее юрисдикции. Единственная страна, которая могла бы запустить расследование по этому вопросу, это Латвия, да, через банки, через банки этой страны, вот, проходили огромные платежи, и там все признаки отмывания денег, да, вот, в Латвии именно превращение украденных денег в чистые деньги на счетах менеджеров и акционеров про бизнес-банка, вот, Латвия теоретически, наверное, могла бы это дело, этим делом заняться. Тем более, что опять в расследовании Максима Катца есть ссылка на доклад, годовой доклад, вот, организации ФАТФ, это международная организация, которая борется с отмыванием, да, и как вот, там, без наименования фамилии Леонтьева про его историю рассказывается, как он попытался свои деньги спрятаться на Гибралтаре. То есть, в принципе, наверное, Латвия могла бы такое дело запустить. Вопрос, ну, я не слышал, чтобы это уголовное дело было, или кто-то его собирался делать. Поэтому все остальные страны, они могут с интересом наблюдать, но никто не имеет, что называется, полномочий на возбуждение такого дела. Ну, это как раз, что это как раз очень сильный аргумент в пользу вашей трактовки ситуации, что поскольку все это не имеет какой-то криминального характера, то, значит, ничего страшного не произошло, и все расследование Катца касается, ну, каких-то репутационных аспектов, но никак не влечет за собой серьезных последствий для ФБК. То есть, вполне можно было бы действительно принять вашу версию и сказать, что, ну, не доглядели, ну, так сказать, допустили ошибки, ничего страшного не произошло, идем дальше. То есть, на самом деле, здесь просто упертость. Извините, что я вас перебил. Нет, Игорь, вы абсолютно правильно сказали, да, что вот почему я считаю, что там тот вариант, который предлагал Максим Катц, который я считаю до сих пор, он имеется на столе, должен лежать на столе у ФБК, но вот я не вижу никаких там юридических последствий для ФБК, да, все последствия, они носят некий моральный, имиджевый характер, этический характер, да, но вот сказать, что там кого-то из ФБК можно привлечь к ответственности за что-то, ну, нет, нет, конечно, да, точно, но, знаете, как очень часто бывает, что там, что написано пером, то не вырубишь топором, да, и вот та политическая защита и те решения судов в Польше, в Лихтенштейне, которые назвали Сергея Леонтьева политически преследуемой личностью в России, да, они создали ему достаточную защиту, достаточную защиту его денег и серьезный барьер для того, чтобы вкладчики, клиенты Про-Бизнес-Банк получили свои деньги назад. Вот можно ли это все опровергнуть, можно ли развернуть решение польского и эллихтенштейнского суда, ну, вопрос юридический, он точно не ко мне, да, но то, что они помогли Леонтьеву защитить его деньги, это факт, но опять это вопрос такой, знаете, как морально-этический. Сергей, спасибо вам большое, и у меня единственная просьба завершить нашу беседу, именно как экономисту, советом тем людям, которые находятся в России. У нас довольно большая аудитория российская, где-то порядка, ну, около 40%, вот, и я хотел бы вас попросить дать практический совет, что делать в условиях, когда, ну, я не беру политическое решение, там, уезжать, не уезжать, это уже, ну, как бы каждый решает сам. А как уберечь деньги от инфляции, что делать, в чем хранить и так далее. Ну, практический совет от экономиста, который был и заместителем министра финансов, и первым заместителем председателя Банка России. Игорь, вы как заставляете меня давать публичные инвестиционные советы. Смотрите, нет ни одного, нет, нет, хорошо, нет никакого инвестиционного совета, который имеет право на жизнь, на всю оставшуюся жизнь. То есть, вот, я могу дать совет, исходя из сегодняшней ситуации, да, но это не означает, что через три года этот совет будет верным. Да, и поэтому вот любое решение, когда вы думаете о своих деньгах, оно всегда является временным. То есть, временно вы не знаете, на какой срок вы его принимаете. Когда ситуация изменится, вы должны адекватно понять, что ситуация меняется и что пора что-то изменить. Вот, дальше нужно хорошо понимать, что есть разница между текущими сбережениями, ну, что называется, на черный день или на крупную покупку и долгосрочными сбережениями, которые вы, не знаю, то ли на покупку дома, то ли на пенсию копите, да, и к ним отношения разные. Вот, если мы говорим о, там, рядовом российском гражданине, который не, как сказать, не сильно финансово образован и не хочет разбираться во всей логике финансовых решений, финансовых инструментах, то, на мой взгляд, на сегодня вот инвестиционная стратегия или стратегия сохранения сбережений состоит из двух частей, да, что какая-то часть, может быть, даже большая часть хранится в рублях, в депозитах на российском банке, в российском банке, потому что они предлагают сегодня 100, доходность, там, 20% плюс-минус небольшой кусочек, да, и прямо связанную со ставкой центрального банка, и даже если инфляция составляет, там, не 9%, как говорит Росстат, а 12, как думаю я, то все равно это позволяет вам сохранить свои сбережения, и какую-то часть, на сегодня, может быть, меньше, но я считаю, что в условиях российской неопределенности нужно хранить, там, в депозите, который привязан к иностранной валюте, к доллару или к евро, да, то есть понятно, что вы, ну, в России сейчас такая ситуация, что нельзя получить из банка наличные доллары или евро, если у вас там есть доллары или евро, депозит, вы получаете рубли, но, тем не менее, получается, вот, как бы депозит, привязанный к курсу иностранной валюты, вы кладете, можете положить рубли, конвертировать, сказать, я хочу открыть долларовый вклад, вам пересчитают по текущему курсу, вы получите доллары, и даже если вы не будете получать никакого процентного дохода, просто они будут лежать у вас, как депозит, не знаю, 0,1%, да, то все равно, там, на долгосрочной перспективе, это, я считаю, что это хорошая защита для сбережений, вот, но опять это, вот, работает по состоянию на сегодня, да, интуитивно, я бы делил на сегодня два к одному, две части в рублях, вот, в депозите, да, одну часть в иностранной валюте. Спасибо большое, дорогие друзья, мы завершаем беседу с экономистом. Продолжение следует...